всем привет привет сегодня мы будем первый раз отправляться я буду первый раз отправляться на остров пола сейчас вызвали такси по приложению болт на первую поездку там 50 бат дают сразу же скидку поэтому сейчас у нас до пирса балихай поездка не ходит всего 22 бат ну что мы были здесь только ночью днем так же все кипит бурлит мы сейчас идем покупать билеты на пирс чтобы добраться на остров просто какое-то невероятное количество людей туда-обратно все мы сейчас пойдем брать билеты управляемся Мне ждет 11 часов расписания. Мы отправились в 10.22, то есть как наполняется паром. Высаживаемся на пляж Таваян. Можно на Тук-Туке добраться на другие пляжи. Здесь говорят, что много китайцев, но и очень много, возможно, еды, где перекусить. Мы сейчас, наверное, пойдем сначала направо. Лазурный берег, и он здесь меньше. Красивые местечки здесь, уголочек. Но мне так кажется, не очень, прямо-таки чисто. Здесь вот видно, что Камбриасе море. В принципе, на этом красивом местечке, где деревце и лазурный бережок, все и заканчивается. Там кафешечки. Здесь можно покупаться. И все, пойдем мы на другую сторону. А вот по левую сторону от пирса. Здесь побольше местечка. Сейчас обойдем здесь. Как интересно, здесь лежаки и тенты возле воды. И практически под водой уже. С одной стороны лежаки, а с другой рыночки, кафешки. Не нашли мы пока никаких переодевалочных. Туалеты здесь тоже все платные. Они в кафе. 10 бат с человека. Там уже будем переодеваться. Ух, все печально, как на автомокзале. Усереный путь. Трудь 20 человек и везут на самоед. Это пляж Цьен. Мы на самоеда ездим сейчас. Но пешком, может быть, сюда вернемся. Ну что, довезли нас на самоед. Сейчас посмотрим, сколько здесь у нас. Спасибо и вам. Ой, здесь гораздо спокойнее. Нет, это где-то или как плетено. Очень спокойно и море, само по себе. И тихо. Водичка. Шикарная. Мне нравится здесь, да? На нем я помню. Был здесь, да? Да. Здесь точно так же 100 бат за шезлонг. У нас есть своя плетеная. Местечка, где все со своими тоже. Заход плавный, хорошенький. Тучки, смотрите-ка. Солнышко ненадолго выйдет, а потом тучки. Приятная водичка. Чем-то напоминает Карибское море. Вот когда мы ездили на саону, есть схожие. Ой, какой кайф. Какой кайф. Определенно здесь нравится намного лучше. Песночек, ты же разненький, нет? Местный собачек. Лежаки отжимают. Двигайся. Скажи, иди сама на песночки. Чик-чик. Палься, водичка класс. Мороженое стоит 40 бат. Одежда тоже здесь от 100 бат. 100, 120, 150, ну до 300. Дальше вглубь тоже есть лоточки всякие. Но мы даже никуда не ходили. Мороженое здесь прям хорошо заходит. Взяли еще один молочный шоколад. Все, в принципе, мороженые вкусные здесь. Пойдем вдоль берега. Скучноматый уже стал. Отдохнули. И здесь, видите, какой-то либо барби-бищ. Все урозово. А мы хотим подняться. Еще раз посмотрим вид напряж. Сразу от башни мы ушли вот такой полузаброшенной тропой к дороге. И нам нужно просто налево и дойдем пешочком за 2 минуты. Вы знаете, тут идти 2 минуты ровно. Что-то бушует у нас здесь волны. Сильно разбушевалось у нас море. Здесь поменьше всего народа уже хорошо фотографироваться. И вот он. Вот так. Здесь очень бодро. Кафешечки. Мне тоже здесь понравилось, кстати говоря. Здесь и не слишком тихо, и не слишком шумно, как на Таваен. Бегут-бегут домой. Такие клевые. Они такие крупные, представляете? Мы идем немножечко в конец пляжа, посмотреть, что там. В конце пляжа вот такой дикий вид. Здесь какие-то заброшенные лодки. И все это создает впечатление, как будто ты на каком-то необитаемом острове. Плюс деревья здесь есть с качелькой. Сделали здесь фотографии еле-еле страшно, чтобы никаких змей не было. Потому что как только ты отходишь немного от берега, от пляжа, где много зелени, там уже могут быть всякие ящерицы, змеи. Не хотелось бы с ними встречаться. Мы сели на Тук-Тук, и сейчас хотим добраться до другого пирса, на БАР. Потому что оттуда последний паром отчаливает в 6 вечера. На Таваен последний уезжает, бывает в 5 часов вечера. Мне понравилось здесь. Доступно, быстро, недорого. Здесь совсем все по-другому выглядит. Во-первых, еще потише здесь как-то, да? Ветра нет совсем. Много каких-то рыночков, чего-то где-то перекусить. И нет никакого пляжа. Много разных мореподуктов. Их приготовят прямо здесь. Все свежее, сырое. Привет! Привет, привет! Давай! Запах такой сразу мужской. Что здесь наложишь, здесь же и приготовят. Ну вот, по ценам тоже все. Лобстер 650 бат. Здесь какая-то деревушка. Много всего продают. Одежда. А мы ищем пирс. Здесь еще похлеще, чем на Таваен. Пирс. Посмотрите. Народу. И не только. Паромчики. Уже на пирсе. Валихай. Уставшие, довольные. Дорогу проспала. Немного подопухшие. Итак, чтобы немножечко подытожить. Во-первых, на Калан нужно ехать прямо-таки утром. Мы уже выбрались практически к обеду, пока раскачались, потому что вчера у нас была экскурсия двухдневная. Мы после Квая очень уставшие, невыспанные. Мы бы больше могли увидеть за сегодня. Второе. Пляж на Таваен, куда мы прибываем. Там очень шумно. Там много китайцев, но и много заведений, где перекусить. Но там яблоку негде упасть. Не расслабишься. Кто хочет тишины, расслабления, лучше сама ехать на Тук-Тук за 40 бат. Там прям тихо, спокойненько. Но тоже мы там побыли два часа, стало скучно. Поэтому мы пешочком на Таен, по-моему. Вот это нечто среднее между первым и вторым. Там много тоже хороших локаций. Есть где почилить, отдохнуть, также посидеть. Это все, что мы за сегодня посмотрели. Больше мы за этот отдых сюда не приедем. Но, конечно же, в следующий раз, когда мы будем здесь, съездить на Акалан и посмотреть другие острова. По ценам практически все то же самое, что и здесь. Но чуть-чуть подороже, даже не в два раза. Впечатления отличные. Обязательно пишите комментарии, кто будет собираться ездить на Акалан. Будет интересно почитать. Мы снова на русском рынке. Волод, все кушают. Да, вкусненько здесь. Мы сейчас пройдемся по одежде, по сувенирам. Нам остается три дня. Еще в первый раз я присмотрелась вот к этой шляпке. Такой надписи нигде не видела. И в целом она по качеству мне понравилась. 250 отдавали изначально и сторговали за 150 бат. Взяла себе еще вот такую сумочку с надписью Таиланд. С замочками. Удобненькая, хорошенькая. Есть еще длинный ремень. Идет, да? Идет? Да, да. Идем сытые, довольно гуляем. Мы хотим посмотреть, что там вообще. Паттайя парк. Это та самая башня, в которой я думаю, что будет ресторан Спейс. На самом деле Спейс вообще в другом месте. Мы уже не успеваем в него попасть. Здесь уже аквапарк начинается. С детишками хорошо гулять. Взрослым, мне кажется, нет смысла сюда ехать, да, специально посмотреть тут все. Здесь мы прошли через парк. Слева у нас аквапарк. А через дорогу уже пляж. И вот он пляж. Слева, я так понимаю, амбассадор. И, в общем, это все уже на Джамтьен очень похоже. Собака, прямо с песка приехал наш, да? С песка поднялась сюда, в легкую. Подбежал, подпрыгнул. Вот это да. Хочу показать, что я здесь брала. Я вообще не готовилась. Пудра Мак. Хайлайт. Половина мне тут ничего не пригодилась. Какие-то у меня украшенницы. Это в качестве контуринга. Румянок Нарс Оргазм. Розовенькая. Коричневый тень. Би-би Миша. Для бровей. Карандаш для губ. Менли Провод. Эта помадка замечательная. Миксую с различными яркими карандашиками. Для глаз. Бьюти Бом. Тут же тоже практически мне не пользовалась. Хлоран. Помадка. Телла. В коллекции Скорпио. Тоже пользуюсь ею постоянно.